Здравствуйте! Мы продолжаем наш замечательный цикл под названием «Волшебный мир мордовской сказки». И сегодня я с удовольствием прочту для вас сказку, которая называется «Как я ходил богатырей искать». Вот слушайте-ка, ребята, что было со мной. Жили мы с девушкой только вдвоем. Мы жили небогато. Избионка у нас была старая, уже развалилась. От двора и совсем не было. Как только загородку из трех жердей мы сделали для своей лошади. Из скотин-то у нас и была всего одна плохенькая кричоночка, А из птицы две-три курочки и один петух. Отдолел нас совсем один бык. Замешу я, бывало, своей лошади месиво. Непременно придет бык и все съест. А лошади не останется ничего. Вот раз поставил я своей лошаденке месиво, гляжу, а уж бык летит к нашей изгороди. С разбегу сунул голову под жерди. Жерди швырнул в сторону, а сам скорее к колоде месиво есть. Лошадь уж верно очень рассердилась и легнула его. Бык, ну и ее бодать. Она, бедная, тут же и сдохла. А бык принялся месиво есть. Хапнул раза два, все и съел. Рассердился я на него. Выбежал к нему из избы. Да как уцеплюсь обеими руками за рога. Да как брошу его через забор. Тут же бык и околел. Стал про себя думать. Как же я теперь буду жить? Одна лошаденка была у меня, и тут западал бешеный бык. Быку-то положим и самому досталось. Ведь и в самом деле я богатырь. Что я между этими людьми здесь живу? Уйду-ка я себе в товарища богатырей искать. Собрался я и пошел. А сборы-то у меня какие? Взял я с собой березовую дубинку. И дедушке, не сказавшись, ушел, куда глаза глядят. Я шел-шел и добрался до большого леса. Вот я иду лесом и вышел наконец на поляну. Смотрю, на этой поляне человек пашет. Пашет сабаном. А в сабан не лошади или быки. А семь медведей впряжены. Медведи громаднейшие. Я и не видывал таких. Испугался я и хотел бежать назад. Да вспомнил, что ведь и сам богатырь. Бог, помощь тебе, добрый человек, говорю ему. Спрашиваю я у него. Не видал ли ты, дяденька, где богатыри живут? А зачем, говорит, тебе. Рассказал я ему все. Вот так-то и так, богатырь, я иду себе богатырей в товарища искать. Иди, говорит. Вот этой дорогой и иди. Кто попадется тебе навстречу, того и спроси, где, мол, богатыри живут. Он тебе и подскажет. Пошел я от него. Вот вижу, идет мне навстречу охотник. За спиной у него шесть оленей висят. Ходит он, седьмого ищет. Дяденька, говорю. А, дяденька, остановись-ка. Не знаешь ли, где живут богатыри? Зачем, говорит, тебе. Вот так-то и так-то, отвечая ему. Пойди, говорит, по той дороге. Дойдешь до большой реки. Кого там увидишь, того и спроси. Он тебе укажет дорогу. Вот дошел я до большой реки. Как же я переправлюсь через эту реку, думаю. Смотрю, сидит на берегу человек, ловит рыбу. Подошел я к нему, спрашиваю. Дяденька, не знаешь ли ты, где живут богатыри? Как не знать, говорит. А тебе на что? Рассказал я ему про себя. Иду, дескать, богатырей в товарища себе искать. Что ж, говорит. Перейди эту реку и ступай вон по той дороге. На дороге увидишь, избушка стоит. В той избушке старушка живет. Ты к ней попросишься ночевать. Она тебя пустит. А как же, спрашиваю, я через эту большую реку перейду? Ну, говорит рыболов. Уцепись-ка за мои усы. Я схватился за его усы. Он наклонился через реку и говорит мне. Ну, теперь руки твои отними и прыгай. Так я и очутился на другом берегу. И спасибо несказавшему, побежал я по той дороге. Уж очень я обрадовался. Думаю, вот покажу я себя между богатырями. Вот примутся они на меня, девица. Добежал я до избушки. Вошел в нее. А там старушка сидит. Медвежью шерсть придет. Поклон тебе, старушка, сказал я ей. Спасибо тебе, сынок, говорит она мне. Посадила она меня на лавку. Сама стала расспрашивать, куда я иду. Ночую меня, говорит. Скоро мои сыновья домой прибудут. Недолго и ждать пришлось. Мать их затопила печку. В одном чугуне сварила целого оленя, в другом рыбы. Сели они ужинать, а меня посередине посадили. Вот нахлебались мыщей. Мать поставила перед нами олени целиком. Принялись они олени есть и меня почуют. Из них каждый вот такие кусища берет за один глоток. И я на них глядя принялся большими кусками глотать. Да с первого куска чуть было не подавился. Смотрю, они друг на друга глядят и смеются. Догадался я, что они надо мной посмеиваются. Вот съели мы всего оленя. Старушка принесла на стол целый ворох рыбы. Мы рыбу всю съели. Наелись мы, старушка и говорит. Ну, сыновья мои, мы гости нашего накормили. Теперь покажем ему нашу игру. Сели они сами по четырем углам избы на пол, а меня посадили на середину пола. Взяли они двухпудовые гири и принялись их кидать друг другу через мою голову. Того и гляди, что гиря голову оторвет или раздавит, как орех. Я наклонялся, наклонялся. Надоело мне под конец. Да и шея у меня устала. Старушка и говорит. Ну, довольно, дети мои. Гостю нашему на нас больше смотреть не хочется. Он пришел издалека. И верно уж спать захотел. Видите, у него глаза не смотрят, слепаются. Ляжемте же спать теперь. Как занялась заря, старушка проснулась и разбудила сыновей. Встали они, попрощались с матерью и ушли каждый свое дело делать. Меня они не стали будить. Я сам встать попробовал, да не смог. Не выспался я. Так и проспал до самого обеда. Разбудила меня тут старушка. Вставай, вставай, говорит сынок. Домой не успеешь дойти, день смеркнется. Встал я. Старушка меня накормила, напоила досыта. После того, как начала она тихонечко говорить мне. Ох ты, сын мой сын. Видел ли богатырей? Или не видел еще? Видел, говорю. Ах ты, сын мой сын. Тебе бы вернуться следовало тотчас, как увидел на семи медведях пашущего. Какой же ты богатырь, коли мой сын тебя на усах через реку перенес. Поди-ка ты, сынок, домой, живи между своими братьями. Если силы у тебя много, помогай им, защищай их от дурного человека. Простился я со старушкой и пошел домой. Через реку меня опять переправил рыболов. Вот как, бросивши свой народ, ходил я, ребята, искать другой народ сильнейший. Вот такая поучительная сказка в нашем замечательном цикле «Волшебный мир мордовских сказок». Песня «Волшебный мир мордовских сказок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова